С заведением птиц в хозяйстве Алексея Орешина утки, куры и перепела. А началось всё с фазанов. Хобби оказалось не только интересным, но ещё и прибыльным. Ксения Усольцева продолжит. Рано утром, с 7 утра, это до школы, хожу управляться, кормить свою птичку. И так уже 5 лет Алексей Орешин увлечённо занимается пернатами. Птицеводческая история школьника началась совершенно случайно. Во двор залетел фазан, откуда и чей разбираться было некогда. Птицы быстро соорудили жилище, докупили несколько самок и стали ждать первое потомство. Фазан – птица дикая, а значит и условия должны соответствовать. Алексей с папиной помощью построили клетки с закрытым верхом, иначе пернатые улетят. Поставили сосны, так они чувствуют себя как дома, всё как в живой природе. Следующим шагом стала покупка инкубаторов. О повлечении школьник начал рассказывать на своём ютуб-канале. А стены комнаты украсили многочисленные дипломы и грамоты. Поголовье быстро росло. Теперь Алексею помогает бабушка. Нашлось на её дворе место и для другой птицы. Как вам удалось внука приобщить? Нет, это внук меня приобщил. Увлёкся, вначале фазаны к нему пришли. Потом в разговоре, я говорю, мечтала перепёлки и пчёлки когда-то. Ладно, поговорили и забыли. А он потом, бабушка, здесь клетку продают. Смотри, какую хорошую для перепелин. Фараон – техасские, японские. Сейчас в хозяйстве пять пород перепелов. По две породы кур и фазанов, три уток. Алексей уже начал зарабатывать свои первые деньги, которые идут исключительно на дело. Падает семейный бюджет копеечка. Так как у нас недостроена стайка, Алексей продал птицу и купил строительный материал. Ну и, соответственно, мы яйца не покупаем. Продукция помогает нам. Школьник уверен, эта страсть к птице передалась ему от деда и прадеда, которые тоже держали своё хозяйство, в том числе и своенравных фазанов. Сейчас мальчик мечтает о собственной ферме и через пару лет планирует поступить в аграрный университет на зоотехника. Свою жизнь Алексей намерен связать с сельским хозяйством. Ксения Усольцева, Владимир Тюменцев, Вести, Регион Тюмень.